что же дорогие зрители моего канала рад вас всех снова видеть честно сказать наконец-то сошелся тот день наверное или уже не знаю какая ночь по счету разобрала полностью весь мост вот и что могу сказать сейчас мы приступим и посмотрите сколько там работы с ним я уже думал поджечь честно сказать что-то тут ради интереса чтобы вам было интересно чтобы вы поддержали канал немножко подписочкой лайком что потому что время реально это нелегкое и ценники на запчасти тоже бешеный что друзья скажу пойдем мы сейчас наверное стадолу куда перевезли весь мост покажу расскажу что там навернулась и поверьте мне то что я показывал до этого это было просто сказка хочу сказать одно ребята если вы не делали свой передний мост прямо сегодня сходите проверьте его потому что одной зарплаты вы там не отделайтесь однозначно вам придется постелить и жену зарплату и детей еще деньги и свои и тогда все будет добро так что ладно мы пойдем наверное в ангар какая ситуация получается с мостом разобралась или покажись больше так все в негроль чеки у нас в нормальном настоящем негроле они они как вы называете так 15 негролом который сейчас только продают у нас в беларуси настоящий негрола не найти вот что хотел сказать ребят под замену гильзы шкварня потом разобрала крышки подшипником всем до одного конец единственно очень сильно обрадовала это видео увидите все будет сегодня дифференциал с хвостовиком реально это единственно во всем мосту что целое осталось это я не знаю либо это что-то делали недавно но это повезло вот что будет сегодня у нас на канале ребят поедем их витали на белагра действительно скажу больше чтоб не эти ребята но восстанавливать его было наверно не было бы смысла вообще ну в низкий поклон реально за помощь и ну просто сделали цену и даже дали немного в рассрочку потому что сумма неадекватные что хотел сказать ребят что в конце видео также покажу как пользуется их интернет-магазином чтобы вы умели вам было удобно пошли это реально нелегко оказалось для меня но я в конце сам в конце видео будет немножко видео урок как правильно пользоваться сайтом белагра чтобы понимать о ценах и о всем остальном ладно приступим дальше ребят еще сниму пчелки остались единственное у меня потом вертикальные валы под замену подшипники все под замену сальники под замену потом поехали дальше сальники типа замену крышки крышки ребята тоже не крышки остаются крышки слава богу нас целые что расстроился вчера ночью тоже на видео будет снял ступицы 2 здесь посадка была идеальная вообще съемником он снимал съемник лежит это вы увидите все съемник стал идеально обстоятельно ниже посадка просто болтается попадая еще на две ступицы ребята и самое страшное что было самое страшное что было ребята не мог и гильзы достать так как они полопаны в жестком состоянии крышки по срывались верхняя и зовется хорошему человеку там саньки чтобы мне их снять помог я зовется ему он как бы ночь уже было очень поздно он называется роману что тебе могу сказать твоим корпусом конец и конечно я был немножко в шоке ребята что творится вот этим вот этим корпусом им конец что с ними случилось имеется трещина может быть видно может нибудь не нам она вряд ли конечно водка трещинка имеется все в посадке просто разваленные вот взял подшипник даже нового даже сюда встать просто все раз все в щен разлучен и конечно я был немножко в шоке ребят ну такое настроение в упадок в хлам и пришлось покупать новые ребята крышки искать бушных не найти нигде даже более-менее в живом состоянии их просто нету ни на одном форуме ни на одном вайбере на куфоре пожалуйста берите целый мост что хочу сказать ребята не верю я про ваши восстановленные мосты что там пишите короче было купить мост за 1600 долларов 1700 объясню почему благодаря белагра вот это восстановление моста я ставлю все только оригинал все от мтз вообще ни одной нету ребята вообще ни одной детали китайской на этом мосте вообще нету ни одной абсолютно я вам скажу честно ремонт данного моста выливается 1100 плюс долларов плюс ребята я конечно в долг зал потому что я уже переживал когда мы вскрывали диф чтобы там столько уже хоть там было все целое ну слава богу реально вопросов по дифу нет вот так что что я хочу вам сказать что вот эти мосты за тысячу которые покупают 350 перебирают и цена 1600 это только с китайского внутрянки все тогда я верю там украинская внутрянка китайская да возможно но не поверю никогда в жизни полностью перебравший мост как я вот сейчас переберу да я ребята меньше двушки даже вообще не разговаривал потому что это колоссальный труд по времени не меньше двух недель выходит все равно как бы не было сейчас отмыть завтра убрать все это и начнем уже мы наконец-то все это собирать ладно ребята давайте мы съездим питалику на белагра посмотрите сколько еще набрал потом заберем еще корпуса съездим два раза короче короче неделю только на разъездах корпуса и в будущем конечно буду делать под дозатор очень классное видео будет рекомендую посмотреть старого типа мост очень удобно простая примитивная схема никаких особо сварок там нету ничего такого самый простой вариант так что ребята смотрите далее и и Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok В сборе решил, почему Было у человека, мы подстрели У меня идут трещины вот здесь Друзья Хорошо, что взял у Италии Я же взял гильзы отдельно, крышечки Все повозвращал Ну и мне уже просчитали и сделали огромную скидку Многие подписчики говорят Рома, смысл тебе от такой цены на все? Но я скажу честно Ребята из Белагра сделали мне реально Очень большие скидки Друзья, потому что Ну я бы не восстанавливал бы Проще было бы конечно купить И так как вот Белагра поступили по-человечески То я решил уже восстановить все это дело Сколько Виталий она весит? Ну килограмм 25, да? Где-то под 30-ку весит 30 Это все А в чем это отличие, Виталий? Может Китай Не покажет она так, да? Большего? Ну Китай Ну вот Китай видно сразу Отливка другая То есть если положить два рядом Видно по металлу И цвет, наверное Цвет чаще всего Ну краски такой не будет китайской То есть краска отличается Они стараются, красят В тот же цвет Но все равно цвет краски другой Отливки чуть-чуть другие Ну сразу видно То есть качество конечно Будет цена соответственно Ну мне вот просто Мы думали еще вот с Виталиком Брать не чисто корпус, ребята, да? Но я был у человека, который перебирает Он говорит Тут сразу заводские штифты вот стоят Все говорит По заводу сделано Вот тут лучше видно вот эти Говорит Так что Грубо говоря Цена работы Плюс то То Выгоднее было реально вернуть И взять просто готовые корпуса Ну на самом деле так Конечно У каждого выбора свой, друзья Можете брать, если захотите Так что Ребята Будем дальше Смотрите Будем собирать уже потихоньку Еще Работы впереди много Спасибо, Белагра Обращайтесь Ну что ж, друзья Снимая подшипники По заводу должен стоять конусный подшипник Здесь стоит обычный шариковый Все идет реально очень тяжело Почти Хочу посмотреть Все равно все подшипники Ребята под замену Хочу построить шлицы Так Съемник закончился Посмотрим Посмотрим Что тут у нас Со шлицами Как они поживают Да Уж Все Вот Негрол Негрол Советский, ребята Не такой, как сейчас Делают Ну что ж, ребята Я вам скажу Что меня хоть Порадовало Из всего Износ зубов Как бы он присутствует Но он не критичен Еще походит ступица Однозначно И самое главное Что посадочные места На ступицах Вроде все живые Ну не, друзья Все-таки я ошибался Посадочное место было живое Только где я снимал съемником Но ближе к самой ступице Где болты Шпильки стоят Данные посадочные места Были уничтожены Почему я и достал Без обоймы А так бы осталась Хотя бы обойма Либо Ну, сам подшипник Вот в чем дело Ну что ж, ребята Будем разбивать Уже, короче Мы все тут проверили По факту Будем разбирать сейчас Сердцевину Раскидывать Смотреть, что в ней Ну и уже Подведем итоги сегодня Что по цене Что по запчастям И сколько он обошелся И что по времени у нас Так что смотрите пока Сейчас мы открутим Все по кругу Все открутил Сейчас будем вскрывать И смотреть И хвостовик открутил весь Но хвостовик Ребята Вроде без люфтов Без стуков Будем надеяться Что он жив Просто все равно Подшипники Менять придется Во всем мосте полностью Все прокладочки Все, все, все По новой Грубо говоря Полная капиталочка Так что смотрите дальше Специально Расчистили Отверстие Для съема Вот как видим Два болта Пожалуйста Вот Ну и вроде Почистили Все в болоте В грязи Ну и так же Вот боковая Пята тоже Отчистили Два Но честно сказать Могли бы здесь Сделать четыре Так как площадь Огромная Посмотрим Сейчас выним И хвостовик И будем пробовать Боковой чулок Все равно Все под замену Все подшипники Все прокладочки Все полностью Так что Вроде бы уже Начинает идти Пена у нас По очереди Да Що-що-що Так Опа Пошла По очереди Будем доставать Это грамотно Продумано Конечно На такую Площадь Два Нормально Но на такую Площадь Это конечно Что-то С чем-то Так Сейчас Следующую сторону Тут закончилось Сейчас посмотрим Здесь Как ей Попробуем Вынять Все Ну у Негрола Есть немножко Что скажу Пока радует Хвостовик Как я и говорил Друзья Люфтов Вообще Не было Никаких Ни осевых Никаких Ну Подшипнику Хана Какому-то Потому что Идет Что-то есть Такое Но так Вроде бы Все супер Звездочки Вообще Вся живая Слава Богу Хоть одно Радует Уже на сегодня Еще Двутри Добраться Останется Разобрать Боковой Чулок Вот Да Посмотри Как льется Уже не так А льется Так Масло Так 15 Оно Это не Негрол Трансмиссион Но с большой Вязкостью Лишь как оно Льется Негрол Так не рьется Его можно показать Ну я покажу Вот смотрите Ребята Что не гром Настоящая Что трансмиссион Покажи Видите Она запекается Да Она Гуще Но она Запекается Но нить Вытекает Ну не гуще Получается Она начинает Вплыть Но она Вишь запекается А там Видел Как вода Когда нагреет Почистили резьбу Везде Потому что Здесь конец И Погрели Как видели Масло Когда сливали Показал В чем разница Вот реально Настоящего Негрола И так называемого ТАП-15 Скобочках Негрол Ребят Чтобы вы знали Данный ТАП-15 Это является Рассвесенное масло Просто С более сильной Вязкостью Но это не Негрол Из-за этого Негрол Как я знаю Вроде Производство Закрыли Не просто так Я думаю Многие Понимают Для чего Так как Реально Негрол Считается В раз так Пять лучше Чем вот это Масло По типу В кавычках Которое написано В скобочках Прямо Негрол Вот вы Показываем В данном Примере Я его Чуть-чуть Подогрел И оно Выливалось Как вода Просто Вот Сейчас Нагрели И как бы Корпус есть И уже Вроде бы Все пошло Не страшно Я думаю Ребята Это еще С завода Все стоит Ничего Тут никто Никогда Не делал Вообще В целом Первый Его ремонт По его состоянию Первая резинка Вышла Сейчас Этой Надеюсь Хватит Все Так Шампочки На стиле Так 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 Изделишко Что было видно Была вода Немножко Видно Проживело Но реально Шлицевая Ребята Как будто Новая Может И ставили Новая Сюда Потому что Она еще Вот Даже Имеет Такой Ребят Как заводской И на пыл Наверное Ну короче Это новая Видно Что тут Стоит Новая Вал Конечно Наложено Много Всех Этих Дел Ребятушки Тут Вроде Все Еще Немножко Сальники Подшипнички Резиночки Все Под замену Так Что тут У нас С ванной Сейчас Так 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 Сейчас Мы его Чуть-чуть Дальше Отнесем Хорошо Все Сейчас Здесь Посмотрим Как поживает Что тряпочку Возьму Это дело Есть Чуть Сальника Осталось Это Сальничка Осталось Так Это нормально Подшипника Выпрессуем И будем Доставать Да Подшипника Опа Так Снимаешь Лишка Правильно Сейчас Возьму Аккуратно Потому что Ну давай Хоть будь Ты живой Видите Ребята Следы воды Такие Переливы Покажи Вот Это Следы воды Мы когда Сливали Масло Было Видно Что Могу Сказать Мы конечно Еще Разберем Ребята Но в целом Див Как новый Не знаю Повезло Наверное Хоть с чем То мне Подшипники Не уходят Не разваливаются Не клинят Но поставим Все до одного Новые Вот Ну вот И на сегодня Будет Все Ну что Что ж друзья Прибрались мы Немножко Так как Завтра Будем Все Вымывать Конкретно Пока Поставили Сюда Мы Центральный вал Пускай Уже Центральный вал Корпус Пускай Стекает Что Остатки Вынесли Что на моечку Завтра Завтра На моечку Все будет Ну и так же Хотел добавить Что там По запчастям В общем У нас получилось Давайте Пройдем Немножко Чтоб уже Оставили Чистоту Друзья Чтоб уже Можно было Реально Даже на коленях Собирать Тут знаете Ну выгнуто Все будет И вот На коленках Собрал А потом Чем удобно Какое масло Что Убрал Сжег И все нормально Так По гранаткам Которые стоят На нижнем валу Как видели У меня Одну часть Съела Вот Съела Внутреннюю гранату Это все Оригинальное На самом деле Граната Еще Короче Тут все Почти Ребята Заводской Такое ощущение Что Ну если так Говорить Правду Наверное Мост Вообще Никогда Может Не разбирали И он Только Выжил Конечно Это был бы Как бы С одной стороны Это хороший Результат Для многих То что Грубо говоря Он отходил Сколько это Скучится 22-23 года Отходил мост Это как бы Реально космос Наверное Ну Может быть Такой вариант Второе Что мы меняем Пружины Все полопали Чугунные гильзы Внутри Полопали Шарики Подшипники Все развалились Вертикальные валы Меняем Которые идут Вот они тут А те которые Оставляем Будут Они хорошие Но вот эти валы Будем менять Так как Есть уже Износ у них Ребят Вот Гранатки Тоже новые Все Оригинал Ставим Потом Шкварня Вообще Убитые Такое Состояние Друзья Что вы просто Не поверите Опорные Подшипники Шкварни Короче Все В этом Ребят Кроме Дифа Меняется Но все Подшипники До одного Все Сальнички Резиночки И мы Реально Все Ставим Оригинал Так как Многие Знают Что я Буду Ставить Кун И Одно Обрадовало Мне Ребят Когда Знакомый Шарит Ребят Рома Перебираешь Аккуратно У меня 10-12 лет С куном Бегает Главное Смотреть За подшипниками Вовремя Обслуживать ТО Масла И У меня Уже 12 год Пошел И я Пока Довольный И это Меня Ребята Реально Только Утешает Потому Что Вложения Ну Как Вы Знаете Дикие Вот Потом Тут Крышечки Шайбочки Ну Конечно Я Быстро Так Ребята Стопудово Навряд ли Соберу Быстро Навряд ли Так Соберу Друзья Потому Что Ну Следующее Виде Уже Будет По сборке Там Брус Будем Бивать Втулки Как Это Делается Также Еще Видео Будет По сборке Всего моста Я не знаю Может За часть Две Уложу Потому Что Тоже Так Думается Легко На самом Деле По Времени Ну Очень Много И Второе Подгоны Разные Ставить Пластиночки Размера 0.2 0.5 Покупать Как Мне Друг Сказал Говорит Проще Его Под Магазином Собирать Сразу Приехал Стол Поставил Возле Магазина И Начинаешь Его Ребята Сразу Собирать И Сразу Надо В магазин Зашел Запчасти Поставил Потому Что Реально Ездить Расстояние Устанешь Так что Не знаю Может Реально Будет Видос В центре Города Будем Под Магазином Собирать Передний Мост Это Шутка Наверное Посмотрим Все Возможно Вот Ребята Что Хочется Сказать По Суме По Суме Чисто За мостом Около 1200 Долларов Выходит И Это Я Скажу Честно Это С Огромной Скидкой Все Сделано Просто С Огромнейшей Скидкой Это Все Оригинальное Повезло Хорошо Что Слава Богу Вот Эти Шесть Шестерни Огромные Ребят Они Сохранились В идеале Но Если Вы Обратите Внимание Уже Они Менялись Что Одна Такая Другая Такая Видимо Менялись Они Ребята По Крышкам Крышки Вроде В хорошем Состоянии Но Старого Образца Надо Прокладки Покупать Также Ни одной Регулировочной Прокладки Тут Не было Ступицы Эти Посадки Идеальны Те Конец Ну И В целом Что Реально Хочу сказать Ребята Что Конечно Сумма Неподъемная Реально С одной Стороны Но С другой Стороны Повторюсь Радует Что Горят Люди Что Если Аккуратно Перебрал И Сделал Все Будешь Следить 10-12 лет Ты Железно Своих Отработаешь Следя За ним Без Нареканий Даже Скуном У человека Реально Говорю Как Уже Меня Это Обрадовало Единственное Так что Ребят В дальнейшем Будет Сборка Дозатор Как бы Сделаем Все Это Будем Мы Делать И Я думаю Будет Интересно Так что Вот такие Ребят Дела Так что Не попадайте На ремонт Смотрите За своими Тракторами За своими Родноличками Чтоб Они вам Служили Верой Правдой Ухаживайте Не ленитесь Разберите Подкрутите Потому что Как видите Какая может быть Огромная Сумма Денег Ну это Просто Космос Сейчас Многие Винят Конечно И Василия Что там Мне так Подогнал Да Немножко Честно Было Терпимо Но Чем дальше Ребята Разбирал Тем страшнее Происходило И уже Олег Пришел Помог Мне тут Мой центр Раскинули И меня Обрадовало Что хоть Единственное В этом мосту Дифференциал Целый Просто Еще не хватало Только на дифф И уже Была бы Печальная История Так что Ориентировочно По затратам Мне уже Нечутое время Топливо Разъезды Там 1400 долларов Вышло Вообще В целом Ребят Так что Вы имеете ввиду Это Бешеные деньги Да Можно было Доложить Реально Наверное Переберем Ребята И будет Бегать Что сделать Так что Хочу пожелать Всем ребята Не ломаться Что все было Чики-пики Проходите Ребята На Белагра Интересуются Запчастями Не забывайте Что скидка От моего канала Я вам Обещал Покажу В этом видео В конце Как пользоваться Действительно Это удобно И не забывайте Говорить Что скидка От канала Так что Ребята Всем пока Ну что ж Давайте мы вместе С вами приступим Пишем в поисковую строку 1белагра.бай Регионы, Россия, Беларусь, Украина, Казахстан Выбираем сверху Как видим Гродно Регион Любой регион В котором вы проживаете Если вы из Беларуси Выбрали И давайте Ребята Приступим Есть вот снизу Где я сейчас пишу Это поисковая строка Сюда вы можете Вбивать любые названия Либо Как я вбиваю Обычно Номер самой детали Именно друзья Нажимаем поиск Это для примера Написал МТЗ Есть фотографии Цены Размеры Всего внутри Переходим Далее Датчик Со всех сторон Сфоткан Даже Вес его указан Ребята Какие модели подходят Пишем сейчас Как я делаю Скачать каталог МТЗ С официального сайта Республики Беларусь Я скачиваю Официальный каталог По МТЗ Полный Данные модели Которые вы видите Как я именно Ищу себе детали Сейчас найду Есть друзья Передний мост Именно по своей тематике Которую я искал Допустим Чтобы вы принимали Вот я нашел И там Ищем номер Данной детали Которая вам нужна Это у меня шкварня Номер 66 Я ребят Конечно Мне чуть тяжковато Будет здесь Скопирую Именно Отсюда Прямо с каталога Номер данный И перехожу Опять на один Белагра И вставляю Данный номерок Чуть-чуть Телефон неудобно Также покажу Еще один способ И вариант Данного поиска По фотографии Как я называю Просто в поисковик Чуть что Мы его бьем Ну смотрим Ребят Скопировал номер 66 детали Вставляем И смотрим Ребят А это Буквочка Аналог Также конечно Могжет не выбивать Сайт Так как есть От разных Производителей И другие И также Номера Меняются Со временем Все Ну новее Детали выходят С доработкой Какой-то выходит И номер меняется И каталоги Не успевают изменить Как бы Ну в целом Подойти деталь Реально не так уж Тяжело По ее номеру Либо второй вариант Который тоже Очень хороший Беспроигрышный По фотографии Давайте я вам покажу Как это делаю я Я написал Вот допустим Ступица на 5 шпилек Нашел Там оно по-другому Немножко называлось Написал Ну посчитал На фотке Фланец Переднюю мы ставим За 82 Вот мы видим Допустим Ребята Стрельте У меня 5 шпилек Я зашел Заходим на сайт И сразу Артикуль 72 230 Номер Мы его скопировали Вставляем Да Наступица Которая мне нужна Ну вот И друзья На этом Вся Вся и трудность Как бы В первое время Тяжело Главное Привыкну к нему По крайней мере Вы всегда знаете И видите цены Спасибо за внимание Друзья Всем пока Хорошее настроение